Приветище! It's Satisfactory и мой подразобранный, подуставший заводик. Как ты можешь видеть, второго этажа нету, я его снес, потому что на нем царился полнейший хаос. Там все предприятие у меня абы как бы и работало, делалось все на скорую руку, чтобы побыстрее набрать как можно больше материала, запихать в хап и отправить туда в космос тем жадным космонавтам, которым от меня нужны только ресурсы. А спасать они меня, собственно, даже и не хотят. Итак, мы сегодня занимаемся реконструкцией, реорганизацией моего предприятия. И с чего же мы сейчас начнем? Конечно же, с буров. Вот они, первые буры первого уровня, запылившиеся. Их, короче, сносим. Ставим здесь буры второго уровня. Сейчас будет прикольно, если у меня нет таких ресурсов. Ну да, у меня нет таких ресурсов, чтобы его поставить. Но я знаю, где они есть. У меня парочку... Ну как парочка, 30 бетонных этих цементных пластин есть в хабе. Верните мои ресурсы, я их еще даже не отправил. Короче, вообще, это... Это кощунство? Нет, это жлобство. Офигеть! Ладно, придется идти и покупать за купоны, что ли. Хотя нет, я думаю, что сам управлюсь. У меня цемент есть, балки есть. Так что сейчас сделаем сами эту смесь. Вот, железобетонные эти балки. Мне совсем чуть-чуть надо. Ну вот и все. 30 железобетонных балок. Этого должно хватить. Буровая установочка второго уровня. Она готова уже сюда встать. Разворачиваем ее. О, она, кстати, значительно больше, чем первая. Ты погляди-ка. А еще и крыша, походу, нам тут мешает, да? Вот это поворот. Вот это мы тоже убираем. Убираем. Да, нежданчик нас настиг оттуда, откуда я не думал. Ну, в принципе, вот так вот там можно поставить. Почему бы и нет? Сейчас я посмотрю. Вроде бы идеально заходит в разветвлитель. Вот, вот так вот. Все, и потолок нам там не мешает. А, чешуя. Теперь устанавливаем, значит, конвейер второго уровня. Потому что добыча ресурсов здесь у нас будет сейчас крайне высокая. Сейчас 120 ресурсов в минуту. А будет еще больше. В три раза. В 250 процентов. Ускорим процесс. И все пойдет как надо. Значит, подключаем электричество. Да, я еще все обесточил. Все свое предприятие. Заодно у меня там батареечки должны подзарядиться. Но они что-то не заряжаются. А в чем проблема, собственно? Почему батарейки не заряжаются, а? Слышь ты! Одна и другая батарейка. Что за фигня? Почему нет? Электричество идет, а зарядки нет. Типа, а, так они типа заряжены на 100 процентов? Обалдеть. А почему деления серые, а не синие или не зеленые? Короче, у меня, походу, индикатор батареек сломался. Вот, чертовы китайцы подсунули бракованные какие-то индикаторы. Не надо было с Алиэкспресс их заказывать. Значит, подрубаем наш бур. Сейчас заодно увидим, какое количество в минуту он добывает. Ну, покажи мне. 300! 300 железной руды! Это просто колоссально. Сейчас я ему еще подкину туда руду. Ты посмотри. Воу, 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 воу. Как гоночный болит. Он добывает все это. Но, понятное дело, он добывает в никуда. Потому что все предприятие стоит. Я думаю, что нам нужно заменить конвейерную ленту и здесь. Полностью, поскольку у нас скоростной теперь бур. А, соответственно, нам придется еще и заменить наши лифты конвейерные. Кстати, о лифтах. Итак, смотри, у нас 300 единиц по конвейеру бежит. Учитывая, что у нас идет разделение там на два конвейера, получается, что 150 идет на одну сторону, 150 на другую. Правильно же? У нас есть конвейерный лифт второго уровня, который 120 единиц поднимает. А есть 270, но это прям вообще роскошно. Нужно посмотреть, с какой скоростью плавит у нас плавильня. А тут неизвестно, непонятно, 2 секунды, что, что это. Так, нам плавильня другая нужна. 200% это 60 в минуту. Блин. Это прям очень роскошно. Это получается, что мы на этот бур можем еще одну конвейерную ленту навесить? А может мне тогда одного бура железной руды хватит? И вот этот вот бур у меня же тоже железя куда бывает, да? Так и в топку его тогда. Давай его разберем. Вот и получается, что нам будет вообще выше крыши конвейерный лифт второго уровня. Прям вообще вот идеально. Готово. Все, лифт построен. Как все красиво у нас тут получается. Сейчас еще ровненько туда конвейеры подтянем. И просто будет волшебно. Тут его развернуть. Где-то так вот он цепляется. Ну-ка. И давай потащили, потащили, потащили к низу. К этому. Ага. А верхний идет к верхнему. Отлично. Руда полилась, как речка. Вот эти вот остатки прошлого надо разобрать. Страхолюдинские. Знаешь, почему еще очень классно иметь реактивный ранец? Ты всегда можешь посмотреть сверху на свое предприятие. Единственное, в любой момент у тебя может кончиться топливо. И ты грохнешься и сломаешься кости. Вот, например, как сейчас. Черт. Но это того стоит. Теперь нужно... Теперь... Теперь нужно подключать извилины и понимать, сколько нужно нам конструкторов и для чего. Соответственно, железные пластины, железные пруты, медные листы у нас делаются на другом конструкторе. Стальная балка, стальная труба у нас делается вон там. Выходит, что нам нужна пластина, прут и винты. Подводим итоги по первой конвейерной линии. Здесь у нас все хорошо. По конструкторам у нас ок, по плавильням тоже ок. Предлагаю подключать это все к электросети и запускать. Все работает, все запыхтело. Принял решение, что на первом этаже нужно избавляться от контейнеров, от хранилищ. Их нужно куда-то перемещать. На первом этаже у меня исключительно производство. Для хранения здесь нет места. Получается, что от второго этажа нам отказываться вообще никак нельзя. Он нам нужен. Но в этот раз я сделаю нормальный второй этаж. У нас будут стенки. Вот такие высоченные, здоровенные. Чтобы вот эти пузанчики к нам не пробирались. Потом я эти стенки заменю на стенки с окнами. Люблю, когда много света. Готово. Стенка построена. Теперь делаем мини второй этаж. Вот таким вот образом. Вот, собственно, здесь у нас и будет хранилище. Значит, ставим один контейнер. И один. И еще один сверху. Вот это я понимаю, хранилище. Теперь все, что у нас есть в этих контейнерах, мы перетаскиваем туда наверх. Ну вот и все. С цементом тоже покончено. И с контейнерами тоже. Они все перенесены на второй этаж. Теперь со спокойной душой конструктора этот можно убрать. Вот это тоже можно убрать. Но не переживай, известняк у нас будет добываться теперь в другом месте. Ну вот, уже всяко попросторней. И ты сейчас можешь спросить, зачем ты это все сделал. Я хочу сделать производство линейным. То есть безуровневым, как у меня раньше было. А просто линейным. Чтобы все было на одной платформе. Ясно и понятно. А для этого нам понадобится больше площади. Так что застраиваемся. Площади стало побольше. Пришло время строительства ассамблеров. Вот они наши шикарные большие машинки. Нужно теперь понять, как их грамотно расположить. Если я не ошибаюсь, наверху у меня их было, по-моему, штук шесть. Теперь эти штук шесть нужно как-то разместить тут. Ассамблеры буду ставить прилично далеко от конструкторов. Чтобы можно было маневрировать конвейерными лентами. Вот так. Четыре ассамблера. Это первая линия. И давай же мы их сейчас сразу настроим. Что нам нужно? Нам нужны модульные каркасы. И компьютеры. А чтобы делать компьютеры, нужна печатная плата. Также нам нужны железобетонные балки. Я тут понял, что для модульного каркаса нужна железная пластина усиленная. Поэтому ставим ее. А железный каркас у нас будет на второй линии ассамблеров делаться. Ну а четвертый ассамблер у нас будет для промышленных деталей. Пока что они нам не нужны. Надеюсь на это. Так что он у нас отдыхает. И еще нам нужно решить вопрос с пластиком. Пластик нам сюда не поступает вообще. И была классная идея в комментариях, чтобы я сюда водопровод подставил. И здесь уже начинал строить все очистительные сооружения и прочее, прочее, прочее. И здесь бы занимался разливом топлива, разделением его. Ну и соответственно и пластик тоже бы у меня был здесь. А сейчас у меня его нет. Только резина и топливо. Ладно, займемся этим позже. Сейчас нам нужно сделать то, что у нас на руках. То есть то, что есть здесь и сейчас. Железная пластина и винты. Легко. Подтаскиваем их сюда. Вот это у нас что производит? Железные пластины. Пожалуйста. Тянем их вот сюда. Теперь винты. Винты у нас производятся здесь. Ага. Тоже их подтягиваем сюда. Так, надо как-то пограмотнее сделать конвейерную линию. Вот, наверное, вот так вот. Пойдет. Заводим сюда. Ну вот, пошла работенка. Здесь у нас что? Железно-бетонная балка. Нужно подтащить бетон и стальную балку. Не вопрос. Вот они наши конструкторы, которые изготавливают нам железные балки и трубы. Их нужно перетащить теперь вот сюда куда-то. Ну, в общем, как я сделал здесь. Взял и совместил два конвейера в один. Благо здесь так возможно. И все они, ну то есть два этих конвейера, идут вот сюда к конструктору. А эти конструкторы расположены вот таким вот образом. И они будут все закидывать в ассамблер. Благо здесь рядышком. Теперь осталось решить вопрос с бетоном. Бетон, бетон, бетоныч. Есть у меня одна мыслишка. Если мы поставим конструктора здесь, вот таким вот образом. И подведем конвейер с другой стороны. Ну все, вроде бы как разобрались. Известняк поступает сюда. Он делается у нас в бетон. И поступает в ассамблер через верх. Смотрим на все это сверху. И вроде бы, вроде бы цивильно. Ну как у нас тут дела с нефтью и топливом? Все хорошенечко добывается. Тут у нас что-то предприятие стоит. А что стоишь? Тут все забито, да? Ага. Ну и хорошо. Тут у нас все производится. А, топлива нет, видишь? Получается, что пластик у нас здесь простаивает. А что ему простаивать? Давай-ка мы здесь разветвлитель лупанем. И соединим его с основным конвейером. Потому что конвейер у нас уже проложен. А трубы заново везти туда как-то не хочется. Пойдем по наиболее легкому пути. Ну, вроде бы все. Здесь у нас соединитель. Тут у нас разветвлитель. Пластик сейчас должен пойти туда и сюда. И посмотрим, как это все отразится. И вроде бы окейушки. Все как надо. Можно возвращаться домой. Ух, а у меня тут контейнер забился. Ты погляди. Прям нормальненько так плотненько забился. Ну, предлагаю, значит, сделать что? Берем вот так вот. И тащим конвейерную ленту. В наш утилизатор. Пускай утилизируется резина и топливо. Почему бы и нет? Сейчас я включу утилизатор. Заодно получим... Так, включайся. Куча купончиков. Почему бы и нет? Запускаем весь этот драндулет. Все, пошла. Главное, чтобы здесь не перерабатывался пластик. А он может. Ну что ж, продолжаем строительство. Начинается у нас вторая линия ассамблеров. Их у нас будет три штуки. Так что можно их воткнуть тут. Ну, хотя можно сделать на первое время и два. Почему бы и нет? Ну, а теперь настало время воткнуть сюда изготовитель. Здоровенную машину в виде комбайна. Устанавливаем его сюда. Единственное, выходное отверстие у нас будет здесь. Ну да ладно, не страшно. Почему я поставил его именно так? Потому что с этих всех ассамблеров именно сюда будет поступать все, что мы будем делать. А именно, вот, например, смотри, тяжелый модульный каркас. Сюда нужен обычный каркас, трубы, железобетонная балка. И винты. Ну ладно, винты будут поступать с конструктора. А все остальное с ассамблера. Ну, короче, тут заморочиться придется так конкретненько, я тебе хочу сказать. Жалко, конечно, что у нас еще нет возможности сортировки. Надеюсь, она в будущем появится. Итак, давай посмотрим, что у нас тут по купончикам. Ух ты, четыре купончика уже. Офигеть. Скоро мы и тачку Илона Маск добудем. Ну что, давай уже выберем, что мы будем здесь производить в нашем комбайне. Нам нужны вот такие вот тяжелые модульные каркасы. Значит, выбираем их. Чтобы делать обычный модульный каркас, нам нужно подсоединить вот эту вот штуку. Ой, не вот эту. Вот эту вот штуку, которая усиленные пластины делает. Сейчас. Вот сюда. А еще, а еще прутья, которые у нас делаются вот здесь вот. Все, прутья пошли на лифт и поверху в наш ассамблер. Он у нас, соответственно, здесь делает модульный каркас, и которые направляются прямиком в наш комбайн. Ну, то есть изготовитель. Еще нам здесь нужна стальная труба. Ну, мы ее подводить сюда не будем. Будем закидывать вручную, потому что труба у нас проведется вот здесь рядышком. Потом, может быть, поставлю разветвелитель и через лифт кину сюда. А вот винты придется тащить. Значит, вот это разбираем. Все. Винтики мы подкинули. Они едут сюда. И прямиком в наш изготовитель. Ну, и, конечно же, еще нам нужны балки. Они у нас будут браться вот с этого ассамблера. Вот так вот. Ну, все. Поставку мы настроили. Вроде все сюда поступает. И это очень хорошо. Сейчас посмотрим, как он начнет работать. О, задымился. Задымился. Так, 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 смотри. Что там происходит? Ух ты, нифига себе. Он берет две детали. Сваривает их. Еще сваривает. Потом кидает куда-то туда. Что там можно посмотреть? Еще дальше зайти. Прям внутрь. Ага, ага. Сварил. Еще его так соединил. Это он уже третью деталь соединил. А дальше что? А дальше что? А, и вот и четвертая деталь. Подожди, это что, все, что ли? А как же четвертая деталь? А, ну все, типа тяжелый модуль готов. Ммм. Ну ладно, допустим. Пойдем посмотрим, что у нас там по утилизации. Сколько у меня? Семь купончиков. Печатайте, конечно же. Семь купончиков. Скоро тачка Илона Маска будет у нас в руках. А где у меня еще купончики-то были? Вот, и шесть купонов здесь. Отлично. Тринадцать купонов всего. Так, пластик у нас, блин, пластик у нас в утилизатор отправляется. Нет, я не хочу, чтобы пластик утилизировался. Он нужен нам. Он нужен нам. Мы его сейчас затолкаем в ассамблер, где делаются у нас микросхемы. Вот сюда. Пускай они делаются. Они нам очень нужны. Ну, че скажешь, как тебе мое предприятие? Оно почти завершено. Остались какие-то мелкие доработки. Ну, сейчас я тебе покажу фотку, что было до. Вот так вот было. А стало вот так. Ну, по-моему, намного лучше. И намного круче. Блин, как-то я конвейер странно пропустил. Через тачку. Надо бы ее как-то отсюда убрать. Но я сомневаюсь, что она тут проедет. Да, она конкретно застряла. Придется ее разбирать. Ну, вот. Ладно, пускай пока так потусит. Потом разберем. Ну, вот и все. Все, все, все. Семь купонов. Это просто офигенно. Двадцать купончиков ровно столько нужно на Кибертрак. Многие говорили, что он фуфло. Не стоит на него тратить двадцать купонов. Ты пожалеешь об этом. Но я хочу проверить сама лично. Затраты на строительство. А, ну понятно. Это легко. Покупаем. Купить все. Чертеж добавлен. Теперь нужно взять пластин с собой прилично. У меня их 73. Нормально. И построить. А, ну так вот здесь вот мы сможем построить. В принципе, тачка Элона Маска. Где она? Где-то здесь же была. А, а, а. Она делается без верстака. Своими ручками. Она должна быть где-то здесь. Вот она. Вот она. А что колеса квадратные? Это какая-то лажа. Что за фигня? Это подстава. Это не настоящий Кибертрак. Это подделка. Это подделка. Ладно, давай построим. Ну, тачка, конечно, суровая. А может она левитирует? Ну, летает в смысле. Тут у нее стекло разбито. Это, это тачка из первой партии, в которой Илон Маск кидал мячик металлический. Ну, не он кидал, а его помощник. И разбил два окна. Давай сядем, посмотрим. Колеса поворачиваются. Это уже радует. Топлива не нужно, потому что это электромобиль. Ехать она... Да, он не едет. Ехать он не собирается. Вообще не едет. Я расстроен, я печален. Может багажник есть, чтобы открыть верстак? А нет, топливо-то надо, надо, надо. Ну вот, давай, пожалуйста, тебе топливо. Так. Поехали. Квадратные колеса, это, конечно. Ну да, ну да, ну да. А вон еще и я внизу сижу, смотри. Я, оказывается, под тачкой нахожусь. Ммм, я не внутри сижу, я под землей. Ммм, да уж. Весело, конечно. Ну, что поделать? Это чисто по фану. Повеселиться можно. Ускорения у нее никакущие. 20 километров в час. Интересно, а что будет, если я по ровной поверхности на ней прокачусь? Сейчас попробуем. Вот так вот. Садимся. И поехали. Ну, слушай, она, по-моему, по песку лучше ездит, чем по фундаменту. Ее в разные стороны, туда-сюда, как колыбельную качает. И причем она еще и топливо жрет немерено. Ты посмотри, 20 километров в час, а у меня уже две канистры съела. Офигеть. У меня столько камаз не жрет. Да. Ну, давай, удиви меня. Удиви, как ты с горочки ешь. Она даже с горочки скорость не может набрать. Ну, что это такое? Ну, ладно, будет стоять, как экспонат. Как я уже ранее это сказал. Смотрится-то она зачетно. Я ее сейчас здесь где-нибудь поставлю. Подиум ей сделаю. И будет у меня музейный экспонат. Во! Вот так вот она будет стоять и радовать. Класс. Конечно, высоковато. Но, может, и ничего. Ну, что ж. На этой кибернетически-электрической ноте мы заканчиваем. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, то ставь лайк. Не забудь подписаться. Это очень важно, чтобы не пропустить следующие ролики, в которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.